Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 34-й день месяца пробуждения природы, 7525 лета, неделя. По расписанию у нас сегодня Захар Белинский, арерат, должен рассказывать по теме приёма удалённого оздоровительного воздействия. В воздействии в смысле не уничтожения кого-то, а оказания помощи и защиты от каких-то проявлений недоброжелателей. Но так получилось, что он сможет прийти в эфир только к 22 часам. Поэтому сейчас есть возможность нам как-то потратить это время, либо я просто делаю объявления и ухожу заниматься своими делами по радио, либо что-то вам интересное расскажу. Ну, к примеру, там можно сделать такой блиц-опрос 10 вопросов главному редактору Народного славянского радио. То есть 10 вопросов главреду или главвреду, кому как нравится. Поэтому вы можете выбрать, что вам больше нравится, что больше подходит. Отправить меня в Освоясе заниматься обработкой звука для программ на Народном славянском радио, решением некоторых вопросов по Народному славянскому радио, либо попытать меня вопросами, либо я могу рассказать какую-либо из тем, ну, например, что происходит, когда человек встаёт на светлый путь своего развития. Вот жду от вас уточнение, что вы хотите. И пока вы будете решать, что вам больше подходит, какую-нибудь, наверное, музыку я поставлю для начала. Вы в чате, пожалуйста, напишите, какой вам больше нравится вариант. И после этого тогда уже будем предпринимать дальнейшие действия. Поскольку весна идёт весне дорогу, то поставлю я музыку. Зелёная карета давненько у нас не звучала. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разновор. Напоминаю, что сегодня у нас 4 апреля 2017 года. Вторник. Это по одному из современных, по одному из старинных календарей. 34-й день месяца пробуждения природы, 7525 лета, неделя. Мы сегодня должны были говорить в это время с Захаром Белинским, Арирадом про приёмы удалённого оздоровительного воздействия как на людей с точки зрения их оздоровления, так и на людей с точки зрения защиты от каких-то каверзных нападений. Но Арирад позвонил, сказал, что, к сожалению, он появится у микрофона только к 10 часам по московскому времени. Поэтому было принято решение мне выступить и поговорить. Я посмотрел, какие вопросы здесь поступили в чате, и видно, что больше всего заинтересовал людей светлый путь духовного роста. Вот сейчас как раз об этом мы и поговорим. Итак, светлый путь духовного роста. С чем это связано? Какие подводные камни ожидают здесь нас? И что делать? Сейчас кому не лень, говорят о том, что наступило утро сварога. Сейчас кому не лень, начинают размышлять, о как нам жить дальше. И я вижу, появляются определенные тенденции, определенные направления, которые уже очевидны в нашем мире, в нашем обществе. Самое такое простое и яркое — это когда люди посещают какие-то мероприятия, например, фестивали, какие-то околославянские или славянские праздники, одевают на себя рубахи, вышиванки и так далее и тому подобное. Встречаются где-нибудь на поле, в лесу с друзьями, разжигают костры, и всё замечательно, всё здорово. Но потом, после этого, они возвращаются к себе, в те места, где они живут, где работают. И, в общем-то, получается такая интересная картина маслом, когда из этого зловония, как они сами говорят, они вышли, немножечко свежим воздухом подышали, с друзьями пообщались, душа наполнилась, и после этого возвращаются они в то же самое зловоние, в то же самое выгребную яму, по их словам. Хорошо это или неплохо? Да, наверное, нехорошо и неплохо. Это та действительность, которая сейчас в мире присутствует, никуда от неё не денешься, и ничего с этим поделать пока, на всякий случай, невозможно. Переходный период он не в один день проводится, и люди по каким-то причинам ищут способы приобщения к своей древности, к празднествам и приобщения друг с другом, но при этом вот что есть, то есть. Сейчас я это обсуждать не буду. Второй вариант — это когда уже что-то такое более серьёзное, люди объединяются, решают создать некую общину, какое-то экопоселение для того, чтобы там жить на свежем воздухе, быть хозяевами своей земли, воспитывать, рожать и воспитывать детей. И, как правило, здесь принцип очень простой. Продается недвижимость где-нибудь в городе, эта община создаёт какой-то устав, договор, покупается, приобретается земля, ну, как правило, по гектару, где-то, может быть, чуть побольше, где-то чуть поменьше, и они в чистое поле выезжают, начинают что-то делать. Но поскольку условия дохода разные у всех, то там намечаются какие-то острые моменты, характеризующие разницу в достатке и, значит, и в быте. У кого-то дом уже через три месяца стоит готовый под ключ, а у кого-то и через два года он ещё не готов. Какая-нибудь там стоит лачужечка, сарайчик, в котором человек перебивается, но при этом все называют себя общинниками, при этом все поют песни. Но на основе разного быта, на основе разных условий проживания очень часто возникают недопонимания, и в конечном итоге люди иногда там начинают расходиться, или это поселение превращается в какой-нибудь такой коттеджный вариант проживания, или эко-дачи, когда летом живут там, зимой уезжают куда-то к родственникам, или квартиры снимают, или ещё что-то. И, в общем-то, дохода никакого нет. Но это, опять же, история избитая, сейчас касаться не будем. Ещё один вариант, когда люди, наевши всего до сыта, до отвала, понимают, что так жить нельзя, нормальных общинников, как им кажется, то есть соратников, они найти не могут, и они уходят куда-то в дебри, в глушь, в леса, на хутора, на заброшенной деревне, и там под дной, под две семьи каким-то образом пытаются выживать. Опять же, про это много раз говорилось. Хорошо ли это, плохо поднимать. Сейчас разговор об этом не буду. Это вопрос поднимать. Суть в том, что это есть. Ну и ещё есть варианты, когда начинаются похождения в различные кружки, в различные студии, где людям показывают, как сделать, например, вышиванку, как расписать яйца, писанки сделать, как правильно воспитывать детей, как правильно садить за здоровьем с точки зрения нашего древнего направления славянства. Где-то это в кавычках можно древним назвать, где-то на самом деле кто-то делится тем, что получил от бабушек, от дедушек. Ну, по-разному. Хорошо это, плохо, опять же, не берусь судить. На мой взгляд, это дань времени, это факт, который присутствует, и люди что-то понимают, что-то приобретают. И третий путь, когда уже всё это понятно, всё это ясно, люди имеют представление о том, что в чистом поле пока им делать нечего, нет тех, кто бы их поддержал, нет достатка, нет общины как таковой, в лес уходить не могут, продавать квартиру не могут, и они начинают идти по другому пути, по пути самосовершенствования, по светлому пути духовного роста. Вот тут они находят ли какого-то гуру, умную говорящую голову или ещё что-то такое, и вот туда погружаются. Ну, хорошо, если там нет демонического ничего, хорошо, если человек от чистого сердца чем-то делится. Таких случаев сейчас огромное количество, когда там не на деньгах всё строится, а именно на желании служения державе, служения обществу, служения светлым силам, служения самому себе, в конце концов, как высшей духовной сущности, проявления богов здесь на земле. Это всё здорово, замечательно. Ну, есть такие, которые просто делают бизнес, такой же бизнес, как и на славянстве, с точки зрения, там, оберега кто-то производит, кто-то там строительством занимается под видом славянства, кто-то чему-то, кого-то учит под видом славянства и так далее. Опять же, это коммерсанты, барыги, с них спрос как с барыг, и меня особо не интересует. Я сейчас вот как раз становлюсь на том, что происходит с человеком, когда он приходит в какую-то школу, какое-то заведение, где уже серьёзно и реально начинают не то чтобы учить, а начинают человеку рассказывать о том, что происходит и как дальше совершенствоваться. Вот это сейчас будет тема не очень приятная для кого-то. Будьте готовы к этому. Итак, представим себе такого восторженного человека, уже не мальчика, но и не старика, не девочки, но и не старушки, такого среднего возраста, один-два ребёнка, семья. И вот он понял, что так дальше жить нельзя. Все вот эти варианты, которые я озвучил, для него не подходят. Не подходят, остаётся только идти сначала духовно развиваться, а потом уже на основе этого что-то делать в жизни. Итак, приходит он в какую-либо, ну, условно, школу. Ему там сразу объясняют. Дружище, здесь идёт служение, идёт воспитание. Никаких денег, там, как в любой какой-то секте это происходит, с тебя здесь браться не будут. Здесь самоокупаемость, то есть вот аренда какого-нибудь помещения, мы должны за него заплатить. Вот питание мы должны за него заплатить. Ну и, грубо говоря, там расходы на приезд, отъезд преподавателей. Вот за это мы должны заплатить. Если какие-то небольшие денюжки остаются, то как-то они там распределяются или кладутся в казну этой школы для того, чтобы школа могла что-то приобретать. Ну, вполне такой хороший, правильный общийный подход, не хватание миллионов. И вот, к примеру, там проводятся занятия, и весь комплекс занятий для человека стоит условно там пять, там, может быть, десять тысяч рублей за несколько десятков дней обучения. Хотя какой-нибудь там фестиваль, надо бывает с известными людьми, стоит один только день, там, три-четыре, а то и пять тысяч рублей. А какой-нибудь семинар, где тебе что-то расскажут один день, может стоить те же самые десять тысяч рублей. Вот, то есть я так цены привожу, поскольку ориентируюсь в этих моментах, ко мне часто обращаются, и я знаю, о чём говорю. Так вот, не про барыг мы сейчас говорим, мы говорим про то, что пришёл человек. Кому-то сразу говорят, здесь у нас общинный дух, здесь у нас работа со светлыми силами, со светлыми энергиями для того, чтобы человек, выявивший желание чему-то обущаться, рос, рос не просто с точки зрения горизонтали, а рос во все стороны, и вертикали, и горизонтали, и становился разом на Земле. Ну, естественно, человек говорит, о-о-о, как раз мне это нужно. Ему говорят, ты понимаешь, что если ты на себя берёшь вот эти все условия существования, общинности и служения светлому направлению, то ты на себя ещё возлагаешь определённые обязанности. Он говорит, да, конечно, всё понимаю. Или она говорит, да-да-да, всё хорошо, я за этим пришёл. Ему говорят, но ты понимаешь, что ты-то пришёл из демонического мира, и твой мозг, и всё твоё существо, которое включает и подсознательное что-то на животном уровне, рефлексы условные, безусловные и так далее и тому подобное, они уже заточены на жизнь и в этом обществе, паразитском обществе, вот этом демоническом. Он говорит, да-да-да, всё понимаю, хорошо. Ты понимаешь, что условия жизни, они будут меняться после того, как ты будешь что-то понимать. Он тоже, да, всё понимаю, всё здорово. Говорит, смотри, мы тебя предупредили, мы тебе всё рассказали. И начинается обучение. И вот что происходит дальше. Ну, прошли какие-то там 10-15 дней занятий восторженность у человека. Просто он летает в облаках, он понял, что реально он о жизни многого не знал. Он понял, что даже насмотревшихся умных, говорящих голов, он не имел полного представления о том, что происходит. Он почувствовал энергии, он почувствовал взаимодействие в кругу с такими же интересными людьми. Он получил какую-то информацию, какие-то практики. Он научился на первом таком уровне базовом чувствовать хотя бы энергии, которые в его теле текут, и как это всё дело с миром взаимодействует. И вот он возвращается в этот мир цивилизационный. Как вы думаете, что с ним дальше происходит? А дальше такой же дурак-начальник, такая же сварливая жена, такие же глупые, непонятливые дети, такие же соседи, которые там перфораторами стены долбят, когда ему хочется спать, такой же зомбо-ящик, который кто-то включает, сосед или там может быть жена его и так далее. Такие же передачи по этому зомбо-ящику, такие же сюжеты и так далее, такие же люди на лестничных лет, которых он встречал и встречает, такие же люди в общественном транспорте, такие же козлы, как ему казалось, на дороге. И он начинает просто сходить с ума. Раньше он это всё видел, но это для него было обыденностью, это для него было нормой. А сейчас-то он уже светлый и пушистый, сейчас-то он уже понимает, что так делать нельзя. И он начинает к этим людям более резко относиться. Ну как же так? Почему? Почему вы вдруг на меня начинаете кидать? А самое интересное, что теперь-то он, отметив в себе какие-то негативные моменты, это всё переносит на людей. И если раньше он себе что-то прощал, то теперь он пытается от этого избавиться, потому что акценты расставил на негативе, который в нём происходил. И он эти же акценты теперь расставляет на всех. Понимаете, какой ужас перед ним появляется. То у него были розовые очки, а теперь эти розовые очки он добровольно сам снял. И теперь он смотрит на мир, какой он есть. И он видит вот этих упырей, он видит людей, которые отравлены цивилизацией, у них только жажды наживы. он чувствует, что на него как-то по-другому стали смотреть. Он чувствует какую-то агрессию в его сторону. Почему? Да потому что демонический мир он такой. Если ты начинаешь излучать из себя другие энергии, другие волны, другие частоты, то в этом случае мир так это всё чувствует. И мир к тебе обращает внимание. Опа, белая ворона, а дай-ка мы тебя поклюём. Вот это первое, то, что чувствуют люди, когда они начинают работать над собой. Вот у меня сейчас вопрос. Это ещё не всё, я уже сказал, так только первая часть. У меня вопрос. А многие ли из вас, говорящие очень часто о каком-то светлом будущем, говорящие о каком-то славянском или русском мире, готовы воспринять эти атаки, готовы принять эти атаки, готовы их пережить? То есть, кроме разговоров, что ещё у вас там внутри? Готовы ли вы это всё принять, пережить? Вопрос такой интересный. И сейчас, наверное, скажут, что же Алексей нас пугает, что же нас там от этого, от светлого пути самосовершенство и развитие отговаривают? Нет, я не отговариваю. Я задаю вопрос. Вы готовы, исходя из того, что я озвучил, идти дальше? Или всё-таки вам демонический путь развития или демонический образ жизни ближе подходит? Может быть, яд цивилизации слишком сладок для вас, и вы от него отказаться не можете? Может быть, он вам очень и очень близок, он уже пропитал вас, и любой антияд будет разрушительный для вас? Вот это первый вопрос. Ну ладно, пока думайте, давайте дальше продолжим. Потом начинается интересный другой момент. К примеру, тоже из личного опыта, ни на кого пальцем не показываю, но этот личный опыт, чем и дорог, что он мой, и я имею право об этом говорить, он мною пройден. Неоднократно повторяемые случаи, когда человек обращается к нам на радио и говорит, всё, я понял, что надо жить общинно, что надо строить державу, что надо помогать, без этого пути у нас дальнейшего нет, нам всем конец. Ну, в общем, слова, что я буду повторять, понятно, о чём разговор идёт. Что я могу сделать? Ну, я говорю, ну, что ты можешь сделать? Ты можешь сделать какой-то там фронт работы. Ну, хорошо, замечательно. Человек берёт фронт работ, причём добровольно, он, да-да-да, конечно, это я, мне плечу, это всё просто, это я всё знаю, умею делать вот это, я занимаюсь тем-то, тем-то, профессионально, для меня это проблем не вызывает. И как только он начинает это делать, у него вдруг происходят какие-то проблемы. Проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы по здоровью. и по каким-то причинам он просто вываливается из того процесса, в который сам же по доброй воле решил войти. Этих случаев огромное количество. Человек сказал, да, поднял руку, стал я такой герой, я готов это всё делать, мне славянское направление близко, я русич, славянин и так далее. Но при первом же, скажем так, артналёте, он ложится на дно окопа, и, в общем-то, что-то начинает происходить с его здоровьем, с окружающими, с его семьёй и так далее. И он так продолжает лежать на дне окопа. То есть, вот, цивилизационный мир его подавляет. Поэтому прежде чем прийти куда-то и сказать, я готов трудиться, вы должны первое понятие, а вы готовы к этому? Вы готовы вот все нападки, которые мир на вас будет проявлять, мир цивилизации, тот и Грегор, против которого вы восстали, а вы восстаёте против него, в любом случае, как бы мирно вы не пытались сделать, на том уровне бытия, на котором вы находитесь, и на том уровне сознания, на котором вы находитесь, вы будете восставать против него. Не пытаться его улучшить, нет, вы будете восставать. И он это, как агрессию, будет воспринимать, и он будет в ответ к вам кидать, много чего. Так вот, готовы ли вы к таким путям развития ситуации, к такому развитию ситуации? Сможете ли вы это всё преодолеть? Вот это второй вопрос, который у меня возникает. Опять, я никого не пугаю, я просто говорю то, что происходит. И теперь, когда я это всё рассказал, подумайте, а сколько нападок приходится выдерживать любому соратнику народного славянского радио, которые уже не один год на себе это тянут? Я даже про себя не говорю, ну что, безработный человек, что я могу про себя сказать? Я говорю про тех, кто продолжает жить в коллективе, которые трудятся и вечером приходят и вкалывают. Вот как вы думаете, на них были такие нападки? На них такая агрессия была? И что с ними происходит дальше? Ну и третий вариант. Тоже так-то расскажу, чтобы уже можно было переходить к какому-то подведению, предварительному подведению итогов, прежде чем я начну читать ваши реплики и вопросы. Третий вариант такой. Человек приходит и говорит, я понял, что мне это близко, но поскольку я профессионал, я это бесплатно делать не могу. Ну вот вам нужно что-то сделать. Да, я возьму не по полной с вас денег, я возьму часть какую-то, вот, но я это сделаю, я профессионал. Ну хорошо, мы собрались, объявили клич, собрали денег, выдали ему эти деньги, как несколько тысяч, несколько десятков тысяч рублей, к примеру. Говорит, вот такая-то цель, такая задача, о, все, окейчик, все хорошо, замечательно, и начинает трудиться якобы. Нет, почему якобы, трудится. Но по каким-то причинам что-то у него не получается, то вдруг у него на работе аврал и основная работа занимает все время, то вдруг у него с женой что-то, или с дочкой, или с сыном, или с кем-то еще что-то происходит, то вдруг куда-то надо ехать, то вдруг отпуск кто-то появился, а он там 10 лет в отпуске не был, и надо срочно съездить, то вдруг кто-то заболел там из родственников, ну и так далее. То есть все происходит то же самое, что и во втором случае, о котором я рассказывал. Но здесь есть одно дополнение. Человек получил за это еще добавкой деньги. Если те люди, они безоплатно это делали, то во втором случае, в третьем случае вернее, он уже, или они получают деньги. И вот тут начинаются интересные моменты. Какое-то время все это тянется, 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 а потом вдруг выясняется, что у этого человека или у этих людей рушится тот самый бизнес, в котором они находятся. просто вот раз и рушатся на ровном месте. Казалось бы, там высокие зарплаты у них, там по 150 тысяч в месяц у всех были, а у кого-то и больше это все было. Но вдруг ни с того ни с сего этот бизнес закрывается. Это дело их не закрывается. Они или он не могут перед нами отчитаться за выполненную работу, которая вот нужна для продвижения радио там или создания человек на радио. Но при этом они теперь сами оказываются не у дел. Все, продолжения дела у них нет. И вот теперь давайте подумаем, почему это произошло. Я пока не читаю ни вопроса, ни реплики, вот просто не читаю, чтобы выразить свои мысли. Вы можете писать ответы, мне будет потом интересно сравнить наши точки зрения. И вот теперь, друзья мои, я вам свою точку зрения скажу. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Когда человек берёт на себя обязательство служения славянскому миру, служения державе, и он взял на себя обязанности все свои помыслы сверять только с родом, с державностью, трудиться только на благо Руси в широком смысле этого слова, он взял на себя очень жёсткие обязательства, невыполнение которых для него будут очень-очень неприятны. То есть, результаты невыполнения. То есть, когда он жил в демоническом мире, там можно было вот так себя вести, кому-то что-то пообещать и не сделать, взять у кого-то деньги, но при этом подсунуть какую-нибудь ерунду, или вообще ничего не дать, или так сделать, чтобы кто-то тебе ещё должен остался. Это демонический образ жизни, это всё просто. Ну, тут человек встал на светлый путь духовного развития, духовного роста. И как выясняется, тут это уже не прокатывает. И вот тогда что происходит? Сейчас я вам расскажу. Происходит следующее. Игры этого мира и демонические сущности, они сказали, когда человек принял на себя договорённость сам перед собой, что да, я перехожу к светлому, они приняли это, сказали, ну что ж, хорошо, переходи, у тебя есть все возможности, это свобода воли, свобода выбора твоего, делай, что хочешь, делай, как хочешь. Но при этом они никуда не делись, они стоят рядышком, они стоят так в стороночке, курят бамбук и смотрят, а что ты будешь дальше делать, красавица? Ведь поводки-то ты свои от нас не отцепил, в наших руках поводочек находится. И в том случае, если ты куда-то не туда полезешь, то мы за этот поводочек можем дёрнуть, мы можем тебя притянуть и потом себя спросить. И вот когда человек трудился, вернее так, работал на демонический мир, на демонический вот этот весь конгломерат, всё было хорошо и замечательно. Ему по мере необходимости, по мере возможности выдавались бонусы в виде хорошей зарплаты, в виде спокойной жизни, сытой, в тепле, квартира и прочее, прочее, прочее. А он радовался, думал, вот такой я счастливый, вот такой я удачливый, вот такой я замечательный. На самом деле никакой заслуги человека в этом не было. Он просто работал как винтик, как гаечка в этом цивилизационном демоническом мире. И он получал как собачка, которая хорошо гавкает, никого не пускает, получал миску тёплого супа. А кто-то там под забором, какая-нибудь дворняжка, которая ко всем ходила лизаться, к нашим и к вашим, и она ничего не получала от этих существ. Вот так в этом мире демоническом всё устроено. Так вот, когда же этот человек сказал, что всё, я от вас, ребятушки, ухожу, они сказали, окей, хорошо, всё замечательно, всё, но мы посмотрим, мы посмотрим, что там будет дальше происходить. А дальше срабатывает у человека выработанный за долгие годы бытия в этом мире рефлекс очень простой. Если это оплачено не в полной мере, как ему это кажется, если это его хобби, как ему это кажется, то это можно отложить. И не важно, что он сам сказал, что я вас полностью деньги не возьму. И не важно, что он сказал, что это не хобби, а образ жизни, ради которого он будет существовать. Нет. Важно, что он так думает. А это не наши методы, не светлые. И если ты пытаешься на светлом пути духовного развития играть по принципам демоническим, по принципам демонического мира, то в этом случае ты просто вибрационно, просто по своим энергетическим, силовым характеристикам не впишешься в белый мир, не впишешься в светлое. ты просто оттуда вывалишься. Но когда ты оттуда вываливаешься, тебя с распростертыми объятиями ждут эти ребята, эти товарищи, которые так долго тебя воспитывали, так долго тебя пасли. И они так про себя говорят. Ты тут потявкал против нас что-то, да? Ты там хотел со светленькими поиграть. А именно так и было. Ты играл со светлыми. Ты не трудился на благо державы. Ты играл. Ты нас как бы так затронул, брателла. Давай-ка теперь отвечай за базар. Ты почем нас тут так назвал? Почем ты нас так поносил? Ну и начинается. Семья разваливается. Родственники начнут болеть. Работа вдруг пропадает. Да мало ли что. И вот теперь, друзья, хочу спросить вас. Исходя из всего, что я сказал, первое, а вы когда-нибудь замечали что-либо похожее? Конечно, если вы не играете, а живёте, живёте светлым. Если замечали, то совпадает ли сказанное мною с вашими наблюдениями? Совпадает ли то, что я сказал о результатах с теми результатами, которые вы наблюдали? Или не совпадает? И согласны ли вы с теми выводами, которые сейчас озвучу? Вот такой небольшой рассказ для начала. Жду ваших реплик, жду ваших каких-то реакций. А сейчас послушаем немножко музыкальную паузу для того, чтобы была возможность у вас каким-то образом подумать и высказаться. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных 34-й день месяца пробуждения природы 7525 лета недели. Должны мы сегодня в это время говорить с Захаром Белинским с Рерадом о приемах удаленного оздоровительного воздействия, но пока еще не 22 часа, но он предупредил, что к 22 часам по Москве подойдет, поэтому как там пел Орликина, но и заполняет перерыв, вернее, Пугачева пела песенку Орликина. Вот я как раз заполняю перерыв. Итак, я рассказал о том, что ожидает людей на светлом пути духовного роста, какие подводные камни, не с точки зрения того, что кого-то там запугать, не с точки зрения сказать, ой, ребята, не надо, ну что вы, ну куда вы суетесь? Нет, наоборот, поскольку у нас все должно быть по совести, по чести, то необходимо человека предупреждать, не запугивая, а просто предупреждать, а готов ли ты, дружище, вот с этим всем жить, вот это все делать. Ты на себя берешь не просто какую-то радость свалившуюся сверху, а ты на себя взваливаешь определенные обязательства. Обязательства перед родом, перед людьми, перед державой, перед самим собой. И есть те осенизаторы, которые тебя с радостью примут в том случае, если ты окажешься не того, скажем так, качества, и тебе придется с ними иметь дело. Вот об этом я, в принципе, рассказал. Дальше я перехожу к репликам и вопросам, которые в чате на Родном «Санскому радио появились». Всем крепкого здравия. Вопрос глав вреду. Наболел у меня один вопрос. С давних пор стал задумываться, не совершаем ли мы серьёзную ошибку, отгораживая от себя, возможно, большую часть людей других народностей. Они, может, и не считают себя славянами, но также могут благотворить природу, бороться за правду, жить по совести и вообще. Может, им нравится наша вера, но так как мы её привязываем только к славянам, это может отталкивать людей, тех же татар, к примеру. Обособившись в рамках только славян, мы тем самым, как мне думается, изолируем себя от остальных народов. Мне кажется, мы должны нести ведическую культуру вне национальных рамок. Сегодня посмотрел ролик Юрия Гомонова. Гомонова про Новый Завет и древнюю осетинскую веру. И ещё раз убедился в этом. Собственно, суть вышеописана в том, чтобы подумать над сменой названия радио. Зная, что оно уже не раз менялось, и, возможно, у тебя есть веское основание, чтобы не менять его, я просто сужу со своего уровня осмысления. Варианты такие. Русское народное ведическое радио, народное ведическое радио, радио ведическое Русь, радио возрождения Великой Руси, радио возрождения ведической Руси, народное радио ведическое Русь, народное русское радио. Ну что ж, посыл понятен. дайте так сразу я отвечу. Во-первых, я никогда ни от кого не обоссабливался. Мы живем в странах, которые стоят не из одного народа, а из многих народов и народностей, поэтому обоссабление это была полная глупость. Ничего хорошего из этого не получилось. Но я за то, что у нас у каждого есть свои родители, есть мама, есть папа, есть дедушки, есть бабушки. И так или иначе, вместе с папами, с мамами, вместе с своими родичами мы получили некое наследие. наследие, которое нам по нашей генетике, а правильно говорить, по роду ближе всего. И нравится кому-то это или не нравится, но так это есть. И говорить о том, что, к примеру, для меня ближе мама или папа моего соседа другой национальности, это будет лукавство и обман. Я уважаю своего соседа, я с ним дружу. И в случае необходимости приду к нему на помощь, как и он придёт ко мне на помощь. Но моя мама останется моей мамой, мой папа останется моим папой, мои дедушки и бабушки останутся моими бабушками и дедушками. Как и наоборот, все его родственники останутся его родственниками. Они будут ближе ему, а мои будут ближе мне. И я себя буду называть потомком моих предков, а он потомком своих предков. И не надо здесь играть какие-то игрушки, надо называть вещи своими именами. Только через честность и открытость мы можем прийти к взаимопониманию и можем убрать те неприятности, которые сейчас появились. Что же касается теперь других народов, которые живут с нами по соседству. Обратите внимание, существует множество, ну, если татаро слово произнесено, была национальность, как это может быть кому-то странно показаться, но если разобраться, то, на мой взгляд, и на взгляд многих учёных-генетиков, национальности татары просто не существует, потому что основной критерией определения национальности является как раз генетическое родство. Так вот, язык — это показатель всего лишь на всего культуры и образа жизни, и воспитания, где этот язык присутствует. Но достаточно, например, кому угодно приехать из Африки, научиться языку русскому, к примеру, да, и он уже не станет русским человеком, он останется африканцем. Вот. Можно прожить здесь, в России, тоже принять культуру какую-то. Из Папуасии приедет товарищ, к примеру, да, проживёт здесь какое-то количество лет, родится у него от его супруги. Из Папуасии маленькие папуасята, детишки красивые, симпатичные. Они будут говорить по-русски, они будут играть с детьми. Но вопрос, будут ли они русскими, вот в смысле слова не широким, а узком. Вот. Скорее всего, нет. Они всё-таки останутся представителями той национальности, из которой и папа, и мама. Вот. Это показатель. То есть, культура и язык, они могут быть восприняты, приняты, а вот генетика, она какая даётся, просто такая есть. То есть, род является основой народа, национальности, если говорить современным языком. Не нравится мне это слово, но поскольку оно употребимое, приходится его употреблять. Так вот, национальность или определяется по крови, по роду. Поэтому, если мы посмотрим, сколько сейчас существует татар, как они выглядят, мы увидим, даже невооружённым глазом, не будучи специалистами по генетике, что они все принадлежат к разным народам, к разным родам, и по генетике они порой даже очень далёкие друг от друга. Поэтому уже ни один специалист мне заявлял о том, что такой национальности как татары нет. Но это вот, если слово татары было произнесено, то уточнение. Так ладно, дело даже не в этом. Дело в том, что у тех же татар у них есть свои средства массовой информации. Татарское радио, татарское телевидение, они говорят на своём языке. Живя при этом в России, среди, может быть, даже славян, они свой язык поддерживают, они показывают свои культурные достижения, они снимают фильмы на своём языке, они показывают рассказы о своей культуре. Это замечательно, это здорово. почему, когда мы говорим про татарское телевидение или удмуртское телевидение, или радио, или нанайское, нас это не смущает. Это норма. Когда же идёт разговор про какую-то культуру славянскую, культура, может быть, славянская, русская сейчас под вопросом большая, потому что русским можно кого угодно называть. И сейчас придумал термин «россияне», чтобы какие-то острые углы сгладить. Ну ладно, русским сейчас можно называть кого угодно. того же татарина, можно сказать, он в России живёт, значит, русский татарин, русский калмык. Даже те, которые народы сюда приехали, но здесь ассимилировались, их называют тоже русскими. Так я про что? Вот есть культурные какие-то каналы, радио, телевидение, газеты, книги издаются, и это не вызывает никакого вопроса. Как только идёт разговор о культуре славянской, то в этом случае возникают вопросы, а мы никого не обидим. А кого мы обижаем вообще? Так сказать, вопрос. И почему это должно кого-то обижать? Ну, кого должно обижать то, что мы хотим жить в дружбе с этим миром, не портить природу, жить по совести, никого не обижать? Кого это может обидеть? Или в нас уже так сильно вот эта толерастия сидит, и либерализм, забитый в нас такими 20-дюймовыми гвоздями, что когда слово касается русскости или славяности, славянства, то сразу возникают споры какие-то. Зачем? Вы там гусей дразнили? Да никого мы не дразним. Это всего лишь навсего изучение, исследование нашей культуры. Ну, так жили наши предки, но почему мы должны их не изучать? И причём периодов существования огромное количество. Есть славянизм более современный, есть панславянизм, есть славянизм, который был, например, во времена Царской империи, во времена до Иверия славянизм существовал, дохристианский славянизм существовал, например, полторы тысячи лет, когда очень серьёзная катастрофа происходила. Существовал славянизм задолго так называемого Рождества Христова, и он отличается от того славянизма, который сейчас у нас есть, в большинстве случаев, там единицы людей того славянизма приезжутся. То есть традиций огромное количество, культурных слоёв огромное количество. Здесь разбираться экскаватором не выкопаешь всего, подъёмным краном всего не поднимешь, непаханное поле, а мы стесняемся этого, чтобы кого-то не обидеть. Да кого мы можем обидеть? Я что, прихожу к своему соседу, хорошему другу, татарину, и говорю, слушай, татарин, ты там такой секой, что за глупость, что за бред. Мы с детства с ним дружим. Мы с детства с ним дружим, мы друг друга понимаем как братья. И когда он слушает рассказы о славянстве, он поражается, говорит, слушай, так у нас то же самое, у нас примерно то же самое, у нас почитание предков, у нас почитание родов, мы свои рода знаем, а вы русские там забыли, и вот Алексей, ты сейчас с своими соратниками делаешь это, так это же здорово. Ну давайте дальше по названиям пройдёмся. Русское народное ведическое радио. Ну, во-первых, русское сейчас во всём мире неоднозначно воспринимается. Есть страны некоторые, где слово русский становится уже каким-то матерным словом. И кто-то скажет, русское, это значит для России, мы радио слушать не будем. Если вы скажете ведическое радио, скажут, задут вопрос, а что за ведическое, а какого направления это ведическое, это что, индусиатина ведическое? А ведь большинство людей думают, что веды это связано только с Индией. А что это? Это запрещенное славяно-арийское ведическое радио или какое-то там ещё? Или это русский ведизм? Какое? Какое ведическое радио? То есть слово русское уже раздражитель для большинства иностранных жителей стало, которые живут, кстати, на славянских территориях, если уж говорить про исходник, да? И ведическое слово тоже для многих непонятно. Дальше. Народное ведическое радио. Ну, здесь я уже ответил, что и как. Радиоведическая Русь. Если вы скажете радиоведическая Русь, то в этом случае вам будут говорить, а какая Русь? Мы вот знаем Владимирскую Русь, мы знаем Киевскую Русь. Какую Русь вы имеете в виду? Мы-то там начнём ещё биться по областям, да? Кому это слово Русь принадлежит. А уж когда ведическое слово принадлежит, скажет, ребят, ну вообще смесь бульдога с носором и кусочек мамонта сюда прикрепляете. Причём здесь Русь и ведическая. У большинства людей будет полное отторжение. Дальше. Радиовозрождение Великой Руси. Ну, сразу скажут, вот шовинисты пришли, там Великую Русь поднимают. Ага. Дальше. Радиовозрождение ведической Руси. Ну, примерно отсюда же. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда избиралось название, было принято решение. Вот слово славянство, оно многим известно. Известно не с таких давних времён, но оно хорошо прижилось. И, в общем-то, понять на славяне это одновременно для кого-то и генетическое имеет отношение, и культурное отношение. Поэтому было принято такое название. Народное. Почему? Потому что мы трудимся для народа. И существует радио только благодаря народу. Никаких у нас так называемых руководителей с большими кошельками не было и нет. Никто нам денег не даёт. И это видно по тому, как у нас всё идёт. У нас нет рекламы платной. Если бы у нас были дяденьки какие-то с большими суммами денег, у нас бы реклама платная выходила бы везде и повсюду. И там бы было везде и повсюду. И в Одноклассниках, и в Фейсбуках, и в Майл.ру, и в Рамблер, и в Гугл. Везде бы, где вы набирали, везде бы было народное славянское радио вот именно на наш сайт. Не на другие сайты, которые сейчас употребляют эти слова и за деньги рекламируют, а именно на наш сайт. Вы где-нибудь видели такую рекламу? Нет. Почему не видели? Да потому что мы ограничены в средствах. Это первое. И во-вторых, принцип существования народный. И если народу это надо, народ поддержит не только финансово, но и делами, и мыслимой. И в этом случае народ поделится тем со своими соседями и знакомыми, что такое радио есть. Вот потому оно и народное. Дальше. Славянское. Ну я уже объяснил, что славянство это известный термин, который говорит о том, да, жили славяне. И вот давайте теперь разбираться, а кто такие славяне? Это являются ли те самые сколовяне или соколовяне, или это славяне, или это славяне, или это склавы, рабы? Как это сейчас, такая тенденция активно раздувается. Об этом можно будет отдельно поговорить. Или же всё-таки это что-то другое? Народное славянское? Ну а радио — это так, это, естественно, никакое не радио. Вы должны понимать, радио — это то, что радиоволны используют радиопередатчики. У нас радиопередатчиков нет по причине того, что нас никто не финансирует. Никто нам не даст несколько сотен миллионов евриков или доллариков для того, чтобы мы пришли куда-то и купили несколько частот или арендовали несколько частот для того, чтобы вещать. Поэтому народное славянское радио. Я думаю, на этот вопрос я ответил. Так, дальше. Вопрос в эфир. Алексей, почему бы тебе в специальном документальном цикле не рассказать про свой быт? В каких условиях ты трудишься? Как ведёшь эфиры? А то многие слушатели, возможно, думают, что ты вещаешь из казистой, шикарной студии в хороме какой-то со всеми досами. Извините, я просто таких словов не знаю, мне трудно их произносить. Так вот, я не хочу афишировать свой быт. Почему? Потому что мой быт это моя территория, это моя семья, это мой внутренний мир. И выставлять его на показ, хвалиться чем-то или, наоборот, плакаться, я не собираюсь. Я живу, как живу. Я уже объяснял. Я уехал из города вместе с своей супругой. Мы построили дом. Построили дом в те времена, когда я зарабатывал деньги. Зарабатывал деньги для того, чтобы построить дом, для того, чтобы приобрести земельный участок. Я это всё дело сделал. Вместе с моей супругой мы это всё построили. Теперь в нём живём на отшибе. У нас есть только электричество из всех удобств. Больше у нас ничего нету. Топимся печкой, электричеством немножечко даём подогрев. Свой колодец, своя канализация, всё своё. То есть мы живём автономно. Единственное благо это у нас электричество. Газа, водопровода центрального у нас нет. Интернет у нас по радиоволне по одному из сотовых операторов. Так что живём за счёт того, что в первую очередь выращивается у нас на участке. Естественно, что всего не хватает, иначе бы мне надо было просто заниматься сельским хозяйством, и тогда бы у нас было всё хорошо. Но поскольку приходится большее количество времени тратить именно на радио, у нас нет ни суббот, ни воскресенья, это ежедневный труд и от зари до ночи, до глубокой ночи. То в этом случае производить достаточный объём продуктов нет возможности. И если бы не поддержка радио, то в этом случае я бы не смог ездить на какие-то мероприятия, встречи, с кем-то разговаривать, где-то что-то снимать, проводить эфир и так далее. Потому что, к примеру, в прошлом году я объявлял о том, что необходимо отремонтировать машину, деньги не были собраны. Я год ездил на громыхающей машине, кое-как доездил, в конечном итоге выделена была сумма, и частичный ремонт был произведён. Вот теперь необходимо там потом была там страховка на машину куплю на ОСАГО, никуда от этого не денешься, потом необходимо колёса купить, потому что уже за 160 тысяч пробега колёса стёрлись, и на лысой резине ездить просто опасно, и так далее, и тому подобное. люди люди не сбрасывают в таком количестве деньгами, поэтому где, откуда их брать, я не знаю, но вот частично мы латаем дыры, частично это всё ремонтируется, не до конца, но стараемся. Дальше, Виктор. Да, люди воспринимают тебя, как белую ворону, на себе убеждаюсь, чтобы жить по праве, надо иметь крепкий дух. Вот здесь я хочу отметить, да, с тобой согласен, Виктор. Дело в том, что в этот мир мы приходим с определёнными какими-то целями. Достичь чего-то, получить что-то. Если цели наши не исполняются, то в этом случае мы превращаемся в тот навоз, который осенизаторы направляют направо или налево. Осенизаторы это как раз эти все демонические сущности и их служаки серые, которые очень хорошо умеют этот навоз направлять куда им надо и взращивать на нём то, что им надо. Поэтому кроме как сильного духа, чистой и крепкой совести, человеку ничего не надо. Но если этого нет, то все разговоры о чём-то другом, высоком, это всё пустые, пустобрюхи. Здесь я согласен. Дальше. Вопрос в эфир. оцепить паразитическую сущность от тела как? Миколаевич, вопрос не такой простой. Как оцепить, я знаю, но говорить и это может происходить как в один этап, так и в несколько этапов. Для начала надо понять, что это за сущность, какого она уровня, какого она порядка. Это просто аля-ляровочка какая-то, как пиявочка, это одно дело. Это какая-то присадочка, это другое дело. И это подселение или управление это третье дело. Если подселение и управление какой оно уровня, почему оно присосалось, почему оно управляет, по какому праву оно управляет и так далее. И только разобравшись этих вопросов, я могу тебе не просто дать ответ, а помочь от этого избавиться, если на то будет твоё желание и необходимость. Просто так говорить об этом я не буду. Это не эфирное дело. Дальше. Я Гриша. Алексей, демонического пути мы стараемся уйти, но не всё сразу. Тяжело эту сеть побороть во всём и сразу. А насчёт белых ворон меня это не пугает. Я знаю, за что борюсь. отчасти согласен, отчасти не согласен. У каждого свой путь. Кто-то бросает курить в один день, в одну секунду, и больше он никогда к этой гадости не прикасается. А кто-то постепенно бросает курить. То же самое и здесь. Уйти с демонического пути можно одним шагом ступив вправо или влево с него, как с лыжни вступает лыжник и начинает прокладывать новую лыжню в виде цель и находя уже ту лыжню, которая ведет к этой цели. Но пока он прокладывает новую лыжню, двигаясь к нужной ему лыжне, он встречает кочки, он встречает горочки, он встречает какие-то канавы, он может падать, может разбиваться на спусках и так далее. И некоторые думают, дай-ка я вернусь туда, откуда пришел, так или я более удобно, и там в случае чего спинку подтолкнут и палочкой ткнут, чтобы не зевал. Так что кому-то это тяжело, а кому-то это очень просто. Просто взял и сделал. Вот просто взял и сделал. Сделать можно только тогда, когда человек полностью знает, что такое этот мир, как он устроен. Вот тогда это делается просто. И если человек играет в это, вот тогда это сложно, поскольку игра подразумевает не полную уверенность, а просто присутствие в этом. И любой промах в игре может компенсироваться тем, что человек просто возвращается на исходный путь, возвращается в исходную точку и может начать игру заново, к примеру. Такое бывает. Но если вы играете в этом мире, это допустимо. И это, наверное, даже правильно отчасти. Но если вы начинаете жить в этом мире, то тогда вы не сможете это делать до тех пор, пока не понимаете, как он устроен и что такое вообще наш мир. Идём дальше. Елена 777. Сложная тема, думаю. Где-то так, а где-то не так. Вообще всё как-то по-другому. Да, конечно. Реплика эфир к вопросу о том, кто поступил по-людски, а не по-человечески. На этом человеке сидит сущность паразитическая, которая отвернула в этот раз от правильной дороги. Но он придёт с повинной уверенность 70%. Может быть и так, может быть так оно и есть. Я никогда не берусь из кого-то что-то говорить. реплика эфир Максим из Тиберды. Пользуясь задержкой эфир прошу главреда обратить внимание на правильное употребление им слов одевать-надевать. Людей одевают, а вещи надевают. Одеть надежду, надеть одежду. О деть это то, что вокруг О означает то, что одевается. А надевается то, что натягивается. Надежда и надежда. Интересно. Идём дальше. Алексей благодарю за ответ. Я просто исхожу из того, что ведическая вера это монокультура как минимум для всей белой расы. Те же евреи, кельты были солнцепоклонниками. Идём дальше. Азм есть царь. Ещё слышал, что правильно Словения. Ну, вариантов огромное количество. Я сейчас не буду их рассматривать, не буду здесь спорить. Здравия, вопрос, эфир от Оренбуржец. Алексей, когда будет возможность скачивать эфиры. Слушаю в дороге. Скачивать в эфире появится возможность, когда будет доделан полностью сайт. Я думал, уже в апреле выйдет бета-версия его. Но не закончены были проблемы с ошибками. Сайт очень серьёзный. И не хочется его пускать в том виде с ошибками, как он сейчас и есть. поэтому ещё немножечко подождать придётся. А там уже можно будет скачивать. Кстати, автором можно будет размещать, вести свои блоги, размещать свои статьи, общаться напрямую со слушателями, с читателями, размещать свои видео. То есть это будет полноценный портал. Алекс, вопрос. Что-то я чувствую, настроение у тебя сегодня не очень радостное. А насчёт FM можно попробовать собрать средства на сайте планета.ру. Настроение у меня совершенно радостное, просто это спокойно, умиротворённое. Я в очень хорошем расположении духа, очень серьёзная у меня уверенность. Просто я сегодня не выражаю особо эмоций. Ну вот как-то так. Итак, на вопросы я ответил. Если у кого-то есть ещё какой-то вопрос, я на него отвечу. Давайте я сейчас поставлю музыкальную паузу. Немножечко мы отдохнём. И вы соберётесь с мыслями. Есть вопросы, их зададите. Нет вопросов, не задавайте. И тогда я перейду в автономное вещание и будем ждать появления Захара Белинского. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года вторник, 34-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, неделя по одному из старинных календарей. Мы должны сейчас говорить с Захаром Белинским о Рераде про приёмы удалённого оздоровительного воздействия. Но поскольку в 22 часа только он подаёт к микрофону, то я воспользовался случаем и решил поговорить с нашими радиослушатами. Ответил я на вопросы. которые здесь были заданы после того, как я рассказал про светлый путь духовного роста и о тех проблемах, которые происходят с людьми, когда они пытаются встать на этот духовный путь. И ещё был в самом начале вопрос, чтобы я рассказал о том, как съездил в Суздаль на сессию Ведического культурного центра слова. Ну что ж, друзья мои, тогда несколько слов я ещё об этом расскажу, потом сделаем перерыв перед Захаром Белинским. Съездил я хорошо, там город Суздаль, ну что про него рассказывать, небольшой город Суздаль, мероприятие проходит не в самом городе, а на окраине, в одной из деревень, поскольку Суздаль в последнее время превращена в такой как бы даже не музей под открытым небом, а некое представительство а-ля русская старина, то там большое количество паломников из не только России, но из-за рубежа, но больше всего там тех, кто едет из Москвы. И если сначала это было какое-то духовное туристическое место, то теперь это превратилось в место, на мой взгляд, очень часто превращается, вернее, не превратилось, превращается местами вместо такого распутства, когда москвичи, состоятельные люди приезжают с некими девицами для того, чтобы, как им кажется, весело провести время. И вот под Суздалью построено много комплексов, которые вот на это и заточены. То есть начиная от места проживания с бильярдами и так далее, заканчивая саунами и прочими благами. Есть отдельные дома, есть какие-то территории закрытые. Но вот исходя из того, что надо было проводить занятия с достаточно большим количеством людей, то строители этих мероприятий, я имею ввиду сессий, они нашли такое место, которое бы с одной стороны не было столь сильно загажено всеми вот этими мероприятиями, не связанными с культурой, с другой стороны, имело бы свою территорию и было бы абсолютно автономно. И вот там был найден после нескольких попыток вполне вменяемый хозяин, который сказал, да, мне это интересно, цена вот такая-то, оплачиваете вперед и дальше проводите вот сколько там, две недели, вам это все дела выдается. Принцип очень простой, я уже рассказывал, как сейчас это делается, люди уведомляются о стоимости проживания, о стоимости питания, о стоимости аренды, ну, какие-то моменты все, такой коллективный подход, после этого эта сумма перечисляется на какую-то определенную карту, с этой карты деньги снимаются, оплачиваются хозяину, и он дает ключи от калитки, где несколько домиков построено, где можно отдыхать, можно заниматься, есть площадка и так далее, тому подобное. Вот, то есть, выбран был такой, вполне, на мой взгляд, интересный вариант проживания, проведения занятий. Далее, что я наблюдаю за людьми, которые приезжают, вот, интересно такое наблюдение со стороны, чем отличается, например, первое занятие, например, от второго и третьего и так далее. На первое занятие, как правило, люди приходят со своими проблемами, даже не на занятия, вернее, а на первую сессию, поскольку там проводится как минимум 10 дней подряд. Так вот, люди приходят со своими проблемами, как это очень часто встречается в различных сектах, поскольку, опять же, я занимался сектологией, так называемой, и знаю, как секта устроена и каким образом люди попадают и что они там делают, то я сравниваю людей, у меня есть такая возможность сравнивать и изучать людей, которых я встречаю в разных структурах, на разных мероприятиях, начиная от каких-либо торжественных случаев и заканчивая какими-то там обучениями. Так вот, принцип прихода людей практически одинаковый, что-то не устраивает в жизни, что-то не сложилось, все люди идут или к какому-то, как я говорил, уже гуру или в какую-либо организацию для того, чтобы решить свои проблемы. Если это чисто секта, то в этом случае там вот этот гуру и кто-то ещё берёт людей в оборот и дальше начинает следующее. Я тебе помогу или мы тебе поможем, но ты сам слабенький, ты ещё не готов, поэтому мы твои проблемы будем решать сами. Вот такой принцип у любой секты. Можете это проверить, под разными предлогами это всё говорится. Ну, кто-то там тебя к Богу проведёт через чёрный вход, кто-то там тебя поднимет куда-то на гору, потому что ты сам не залезешь, а у него там есть тайны тропа, по которой он забрался, есть там крюк, вбитая верёвка длинная, да ещё со всеми удобствами, чтобы твою задницу она не давила, там специальные качельки подвешены с мягким сидением и с тёплой спинкой, чтобы ты мог облокотиться и пока тебя поднимают, ты мог взирать на окружающий мир, любоваться им. Ну, а потом встретишься с высшим создателем, всё будет хорошо. Вот. Где-то всё очень эскетично наоборот. Суть не в этом. Суть в том, что ты платишь деньги «А мы за тебя всё делаем». Да, мы тебе даём какие-то знания, такие частичные, поверхностные, но это, как правило, всё в виде разговоров происходит. То есть, мы говорим о том, как надо быть добрым, как надо быть умным, как надо быть божественным, всё любить, ко всем относиться хорошо и так далее. Ну, посмотрите любое выступление любого предводителя секты, вы, в общем-то, всё поймёте, что я сейчас вам это всё озвучиваю. Вот. То есть, за вас всё делают, ваша задача платить, как в любом ресторане. Мы вам кушание приносим, вы платите. То есть, вы хотите кушать, мы вас накормим. Вот принцип простой. Мы не научим вас готовить, мы не научим вас держать в руках инструмент для готовки, мы не научим вас стоять за плитой, или делать правильные салаты, если вы сыроедем хотите заниматься, или соки выдавливать. Нет. Мы даже не научим вас подбирать продукты. Мы просто будем вас развлекать умными и хорошими разговорами со сцены, пока вы кушаете то, что мы вам приготовили. И будем говорить, вот теперь вы становитесь лучше, вот теперь вы на наших глазах растёте, вот теперь вы приближаетесь к божественности, вы прям такие-такие, прям становитесь, вот прям вот сяки-сяки, так всё здорово, так замечательно. То есть будем вам в уши вдувать по полной программе, но только всё за ваш счёт. Ваша задача растопыривать кармашек, ваша задача вовремя платить за званный ужин и за развлекуху, а наша задача вас кормить и развлекать. Вот это секта, принцип секты. Ещё раз говорю, где-то это могут быть монастырские стены, очень аскетические, и это может быть какая-то гречка или бобы всё время, а может быть дорогой ресторан. Суть от этого не меняется. Вы платите, вас содержат. Вам создают условия для того, чтобы вам было хорошо. То есть, другими словами, в секте вам дают лекарства или таблетки, которые вам позволяют пережить те проблемы, которые у вас есть. Относиться к ним более легко, но они не решают ваши проблемы. Они всего лишь навсего дают вам тот дурман, который производит обезболивание, но проблема ваша не решается. Вот это признак секты. То есть, если вы видите, что вам говорят, у тебя вот такой-то затык, у тебя вот такая-то пробка, у тебя в прошлой жизни и вот эта карма, или кто-то говорит о том, что у тебя там перекрыт канал, закрыто что-то, и мы тебе будем чистить, чистить, прочищать, мы такие чудо-осенизаторы, сантехники и так далее, и это всё продолжается не один день, не два дня, не месяц, не год, и если вы видите, что человек улыбаться-то начинает, но улыбка как у дурака, как у полного дебила, которого выпустили из сумасшедшего дома, но при этом он дебилом остался, то, знаете, это секта во всех своих самых лучших проявлениях. Если же вам говорят, ребятушки, вы сюда пришли, думаете, что мы за вас проблемы решим? Нет, мы за вас проблемы решать не будем. Мы вам подскажем, как эти проблемы решить, мы вам поможем ощутить, как это всё сделать, поможем ощутить энергии, которые у вас где-то там заткнуты, которые не могут вырваться, поможем вам разобраться, где вы это всё схватили и поможем вам сделать так, чтобы вы наконец-то сами это всё вывели и при этом от вас нам денег не надо. Вот это другой путь. Вот это путь божественный, это путь продвижения и путь развития. Ну так возвращаясь теперь к Суздальским сессиям, вот там я увидел, что несколько человек из группы пришли реально решать свои проблемы. Та же самая ситуация была у прошлогоднего первого курса, который сейчас уже является вторым. Люди поначалу пришли решать свои проблемы. То есть они начитались славянство, начитались русскости, поняли, что так жить нельзя. Кто-то пришёл воевать со системой, кто-то пришёл наоборот становиться ярым защитником системы, но переделывать её, помочь системе встать на правильные рельсы и так далее. Там разные люди. Но через какое-то время к второй сессии, когда люди поняли, что никаких таблеток им не даётся, они стали себя ощущать творцами, которые сами ответственны за свою жизнь, которые сами могут эту жизнь поправить, и никто другой, кроме них, этот мир лучше не сделает. А мир можно сделать лучше только тогда, когда ты сам в этом мире становишься лучше. Нельзя чистить мир, если ты сам весь испачкан. Но нельзя сделать его лучше. Нельзя подметая пол, или мыть пол, при этом ходить в грязных сапогах, которые только что из коровника доставлены. Ну, нельзя так делать. Вот, когда люди это начинают понимать, то тогда у них начинают происходить те моменты, о которых я говорил в первой части, и они начинают осознавать, как их решать, и как выходить из этой ситуации. И вот это дорогого стоит. Причём, в этот раз получилось несколько скомканно, потому что я не мог приехать в начало сессии, я даю основы, без которых, на мой взгляд, осознанность невозможна. Когда человек берёт управление своей жизнью, то есть что такое родовая нить, как жизнь без страхов, это основа, на мой взгляд, без которой говорить о чём-то вообще бесполезно, бессмысленно. Если человек себя ощущает телом, то в этом случае с телом я разговаривать не буду. Ну, в каком-нибудь смысле со скафандром разговаривать? Мне интересен тот, кто этим скафандром управляет. Какой смысл мне разговаривать с биороботом, который научился говорить «Здравствуйте, я робот Вася, что вы хотите, я умею говорить, умею приседать, петь песенки, могу принести вам что-нибудь». Ну, я с таким роботом говорить не хочу, мне не интересен он. Я хочу говорить с тем, кто является управителем этого робота, потому что разговаривая с тем, кто является управителем, можно изменить программу этого робота, можно помочь тому, кто этим роботом управляет, направить этого робота куда-то более правильно, в нужное русло, чтобы он приносил пользу. Вот, поэтому мои сессии тяжёлые для воспринимания, вернее, мои занятия тяжёлые для воспринимания, там происходит ломка. Ломка вот этой самой заложенной уже в людей, вбитой в людей сущности современной цивилизации, что ты должен взять от жизни всё, и ты это есть тело. Вот ничего другого нет. Можно говорить о божественном, о высшем, о чём-то, о каких-то высших материях, высших энергиях, но при этом оставаться телом. Вот с таким мне неинтересно. Так вот, я провожу эти занятия на первом курсе, это база, со своей стороны. Там есть другие преподаватели, более интересные в своих направлениях, но моё направление такое. И меня попросили там поучаствовать, вот два дня я там эти даю. И в этот раз получилось, что я приехал к концу уже, и люди уже были уставшие несколько, потому что для них это было всё новое. И когда я рассказал о том, как есть всё, и сказал, что делать, то вскипел чей-то разум возмущённое тело, сказала, а что это вдруг, а я нет, а я не хочу. И получился там некоторый конфликт у некоторых самим же с собой. Был просто страх, испуг, и в общем-то было чем подумать. То есть вот в этот раз получилось так. До того было вначале более мягко всё происходило, и была возможность как-то подправить что-то, дать возможность человеку осознать, и в общем-то чтобы всё было хорошо. суть к чему, что здесь вот так получилось просто из-за того, что я не мог раньше приехать по делам связанных с радио. О чём несколько я сожалею, и в общем-то руководство этого направления тоже сделал определённые выводы, и поправки будут внесены. но суть в том что я увидел. Я увидел, что люди раскрылись. Я увидел, что там люди стали осознавать, что они пришли сюда не просто для того, чтобы решить текущую проблему, а чтобы сделать какие-то выводы, чтобы проблемы больше не появлялись. Для того, чтобы не просто кому-то прицепиться за крайний вагончик, чтобы его везли в светлое будущее. Нет. А чтобы самому уже становиться машинистом, водителем, прокладывать свой путь, создавать свою жизнь, создавать державу, создавать общину и так далее. Вот что я увидел. И я увидел это как в этом году на первой сессии первого курса. То же самое увидел у людей, которые были в прошлом году, сейчас который второй курс. Люди растут, растут как творцы. И там подход гиперборейского обучения. Там нет такого сели ровненько, дышим вот так вот, слушаем мастера-наставника или записываем или повторяем. Там этого нет. Там именно наш древний подход гиперборейский или гиперборейский кому нравится к процессу создания аза, создания творца. Даже не создания со стороны, а создания внутри, когда человек сейчас стоит. То есть помогают человеку стать творцом. И вот это дорогого стоит. Вот это очень для меня важно. И за этим принципом и образом образования будущее, которое исходит из нашего далёкого прошлого. Пришло время и это начинает жить, начинает существовать и начинает проявляться. Тому я несказанно рад. И появляются учителя, и появляются преподаватели, и появляются новые возможности. Вот этому я рад. И вот так устроено в двух словах очень упрощённо сейчас сказал, всего не расскажу, как там проводятся занятия, какие там слова, какие там действия, что там. Единственное, что могу сказать, никакого зомбирования, чего я там не увидел. Не увидел я там зомбирования, не увидел я там НЛП, не увидел я какого-то пси-воздействия, этого там ничего нет. То есть задача не подавить, не привязать, а задача сделать для начала. человека и потом, чтобы человек сам себя не через какие-то там выдумки, а именно через реальную жизнь, именно через реальную жизнь, не отрывая человека от жизни, создал себя азом, творцом. Вот как-то так. Вот это всё я увидел, и поэтому я очень активно желаю, чтобы эта школа развивалась, чтобы принцип существования этой школы передавался в другие какие-то направления уже объединённой ведической школы, за которой будущее. так, Тиана, реплика в эфир. Здравия всем, Алексей сердечно, благодарю за твою работу, всей семьёй слушаем и родных понемногу приобщаю. насчёт сборов на нужды радио, то думаю, это дело каждого из нас, ведь, скорее всего, не для красного славца ты его назвал народным. И если каждый из нас отправит в месяц 200-300 рублей, это не такая значимая сумма, но при большей аудитории слушателей это будет большая помощь и продолжает поддержка для радио. Солнце, что такое Борейский путь образования? Я сказал гиперборейский, это греческое название, а по-нашему это даарийский. Даарийский это то, что изначально было на этой земле, вот это имеется в виду. По всем преданиям это как раз Гиперборея, Арктида, Северия, даария, это то, что находилось в районе севера, то, где сейчас там ледовитый океан, северный ледовитый. И там принцип образования его простой, каждый человек это Бог. Каждому человеку почтение как Богу, каждому человеку уважение как Богу, каждому возможности как Богу. Не было никаких затыканий. Тебе это нельзя, тебе это нельзя. Почему? Сейчас наверное скажут, как же так, а вот он будет сделать что-то плохое. Это, когда такие возражения я слышу, я понимаю, что это люди, отравленные цивилизацией, здесь приходится расшифровывать. Это сейчас такое возможно, что человек сделает что-то плохое. Сейчас такое возможно, что если ему не написать на лбу там тысячу, миллион законов, которые его в чём-то ограничивают или которые ему что-то разрешают, он шагу не сделает. древняя наша система жизни образования народа власти подразумевала следующее, что для полноценного осознания этого мира достаточно было всего лишь одной заповеди — жить по совести в ладу с природой и дополнения святощтя великомудрых богов и предков. И больше никаких правил, законов, не нужно было. Вот те самые законы современные, они появились уже гораздо позже, когда люди просто позабыли, кто они. Вернее, когда людям помогли забыть, кто они. А те, которые уже раздрались в забытии, они об этом и не знали. Так вот, маленький ребёнок всегда подражает тем, кого видит вокруг себя. Если люди живут по совести ладу с природой, если они святощат богов и предков своих, то приходят к ним как раз те души, которые никогда гадостью заниматься не будут. И даются те тела с той самой наследственностью, которая тоже никогда не будет ничего разрушать. Поэтому никаких других законов, кроме вот этого, вот этой заповеди, которую я сказал, они были не нужны. И поэтому к любому человеку относились, так я сказал, никогда никаких запретов не было, они просто были не нужны. Просто были не нужны. Человек получал от общества всё, что необходимо было ему в жизни получить, исходя из его варновости по той касте, не в индуистском представлении, а с точки зрения профессионального союза, в котором он родился, чтобы он получил определённые знания, и по тому слову, то есть сословию, которым он существует. То есть варновость, слово и каста. Потом уже сословие у нас перевели в нечто такое гадкое, на мой взгляд. Касты переделали в то, что сейчас мы видим в Индию и к чему это привело. А слово варновость вообще кому-то непонятно. Так вот, всё направлено только в державе, в любой державе. всё направлено только на то, чтобы человек проявил себя так, как он должен проявить в этой жизни и сделал то, что он должен сделать. Вот и всё. Вот и самое-самое простое. Других вариантов существования общества, где живут русы или славяне, или русичи, или ещё как-нибудь кто-то скажет раса, там просто нет. И исходя из этого, все коренные народы, которые также живут по совести, они братья нам по духу. Почему? Потому что коренные народы, которые соприкасаются с русскостью, они так или иначе тоже становятся русскими. и если бы не было вот этого упущения и то, что тут сейчас происходило, то в общем-то не было никаких разногласий, войнушек и каких-то сепаративных разговоров и так далее и тому подобное. Всегда наши предки приходили на помощь тем, кто нуждался в этой помощи, даже проливая свою кровь, даже подвергая своей жизни опасностям. Так было всегда. Это наша миссия. Но миссию, вернее, предназначение, слово миссию убираем, предназначение можно использовать как баран, который бьётся головой в ворота, а это не ворота, а просто рисунок на стене, причём каменный, а можно по осознанию, по видовству это использовать. Но это отдельная тема. Теперь же по поводу ещё маленького уточнения, по поводу того, что вот там ты людей обозвал баранами в прошлом эфире, и как-то так это прозвучало. Да никого не обзывал. Ребята, давайте уже просто расставим все точки над «и» и поймём, о чём шла речь. Я сказал следующее, что существует два способа бытия на Земле. Первый, который сейчас очень хорошо проявлен, это ядовитый цивилизационный путь, или вернее, не путь, а образ существования, пути здесь нет, образ существования или принцип, ещё так больше слова иностранное подходит, существование, когда за вас всё решено. И сколько бы вы не были недовольны, до тех пор, пока вы не являетесь хозяинами своего места, вас будут использовать. И никуда вы из этого у строительства не выйдете. Это первый. И тогда вам, как в кинотеатре или как где-то ещё, предоставляют некий объём услуг, за которые вам нужно платить. И там есть чёткая такса. Приходите в больницу, чёткая такса, столько-то. Приходите в церковь, какая-то такса. Приходите в исполнительный орган, такая-то такса. бизнесмен, это-это. Везде всё прописано, везде такса есть. И человек вынужден платить, чтобы получить что-то себе. Всё это прописано, человек с этим согласился. Общинный образ жизни державный, такой, никакой таксы, вот этого дурацкого слова, нету. Человек понимает, что есть община, и из неё строится, в конечном образе, из этих общин строится держава, которые необходимы ему для того, чтобы он мог выполнить своё предназначение в этом мире, пройти свой путь совершенствования и дать возможность сделать то же самое своим потомкам и окружающим людям. А для этого нужны некоторые условия и некоторые организации, некоторые структуры, некоторые объединения или некоторые люди, которые выполняют определённые роли здесь, сейчас, на этой Земле. И в отличие от цивилизационного паразитического образа существования, здесь есть путь развития. Но в первом случае цивилизация вас доит и доит по полной программе. Вас могут по четыре раза брать один и тот же самый налог, называя его разными именами. Ну, к примеру, вы заплатили дорожный налог, потом платите налог на автомобиль, потом платите налог за бензин или за соляру, которые акцизы там великую, ну, к примеру, потом вводится ещё какой-нибудь налог, который надо перевозчикам платить. И все с ума сходят. Друзья мои, мы уже первый раз заплатили, мы даже второй раз уже заплатили, мы уже даже третий, нас ещё и по четвёртому раз. То же самое с товарами происходит. Вы отработали, честно заработали, с вас взяли налоги. Вы уже заплатили за свой труд, понимаете? Вы за свой труд уже заплатили. Вы в казну положили денежку, вы отработали и поделились с казной. Но потом такие же налоги платят там, собирают НДС и всё остальное, и вы идёте в магазин и по второму разу платите частично, потому что НДС вкладывается сверху, чтобы вы компенсировали. Ну не будешь же предприниматель, продавец из своего кармана доставать. Вот за 100 рублей он взял, за 200 продал. Вот в эти 200 рублей входит и НДС и всё остальное, что он отдаст. Так бы он продал за 110 рублей, а так он за 200 продаёт, потому что есть поборы, потому что есть налоги. И получается, что продавец платит уже дважды. Он со своей зарплаты заплатил, он ещё продал и НДС заплатил, и вы платите дважды, потому что вы со своей зарплаты заплатили, и вы потом пошли в магазин и НДС помогли ещё ему заплатить. Интересная ситуация. Дальше. Вы работали всю жизнь, купили себе землю, построили домик, и вы вдруг платите налоги с земли и за дом. Почему? Вы что, её украли, что ли? Нет. А почему-то должны платить за дом? А если вы ушли на пенсию, как тогда, откуда вы будете брать деньги, чтобы платить налоги за дом, за землю? И так далее, там подобное. То есть цивилизационная система вот такая, она доводит, она до абсурда всё. И многие чиновники этого не понимают. Они просто исполняют свой служебный долг. Всё очень просто. Так вот, а в нормальном человеческом обществе такого нет. Там есть необходимость содержания так называемых мироедов, которых кормит мир. А мир — это община, может, в данном случае, так переводиться на современный язык. И все понимают, что, например, без того, кто следит за тем, какая погода, вовремя не посеять, вовремя не вспахать, вовремя не убрать. Всё сгониёт, вся община будет голодать. Тот, кто лечит, без него тоже хвори будут распространяться, эпидемия может начаться. Но он лечит, он не занимается этим. Кто-то учит, а без этого ваши дети превратятся сами знаете в кого. Кто-то занимается с детьми, кто-то ещё, кто-то следит за порядком, чтобы вовремя что-то происходило. Прийти в дом, постучаться, тук-тук-тук, у тебя сегодня собрание, тук-тук-тук, тебе сегодня там надо встретиться. Такой секретарь общественный. Есть копкопные мужи, есть старосты, есть десятники, сотники. Они исполняют свой долг, но они исполняют долг не потому что они туда залезли, чтобы деньгу с вас драть или взятки брать, а потому что их назначили туда. А раз назначили, они исполняют этот общинный долг. Но у них есть семьи, они же тоже должны долг перед родом-то исполнить, они же тоже должны детей как-то кормить и жену содержать, и хозяйство. И вот тогда община понимает, что благодаря этим людям существует община, и благодаря тому, что община существует, я никогда не останусь один, я никогда не буду брошен, мои дети никогда не будут больны, никогда не будут брошены. И в случае чего мы сообща все вопросы решим. И никакой враг на то не страшен, потому что с другими общинами мы так же объединяемся. И получается держава в конечном итоге. Сильная держава идёт от сильной семьи. И тогда сильной державе ничего не страшно. А сильная семья тогда, когда есть сильная община, и когда есть мироеды, тех, которых назначают на должности, и вот тогда все прекрасно понимают, что мироед должен жить так, чтобы его семья ни в чём не нуждалась, чтобы он не смотрел, как бы там в семью быстрее убежать, не выполнив какую-то работу, чтобы быстрее сделать, потому что у меня страдают дети, потому что и так далее, и тому подобное. Вот простой расчёт. Вот это и есть устройство наше, отличающееся от того, что сейчас есть и чем многие недовольны. Вопрос, как прийти? Прийти просто. Революцию устраивать глупо. Будет перехват управления. Революция означает кровь. Вам это надо? Нет. Ну, думаю, что нет. Большинство ответит, что не надо. Как быть? Просто я уже много раз говорил, становитесь хозяевами. А чтобы стать хозяев, необходимо хотя бы получать первичную информацию. Вопрос, откуда её получать? А кто сподвигнет? А кто разъяснит? И вот тогда стоят вопросы, а необходимы те самые общинные какие-то средства массовой информации, которые кому-то что-то расскажут, кому-то что-то покажут, кому-то так донесут, что он поймёт, что жить надо по-другому, по совести, по ладу с природой. И тогда меньше станет тех людей, которые вас не устраивают. и тогда меньше будет проблем. И человек, который общинно мыслит, державно мыслит, он сам сделает всё необходимое, чтобы такие средства информации появились, они существовали и не сводили концы с концами, а становились более развиты, более совершенны, чтобы доносить более широко и более точно и более качественно то, что необходимо доносить. это же прямой интерес любого здравомыслящего человека. И каждый понимает, что вот когда десять человек поддерживают такое средство массовой информации, тяжеловато десятерым, много приходится отдавать. Сотня поддерживает полегче ровно в десять раз, тысяча в сто раз легче, миллион поддерживает, ну совсем просто, и поделиться есть с чем. И людей лучше стало, больше стало хороших, и жизнь стала лучше. И всё строится-то, как надо, здоровее общество становится. Но прямая же выгода, прямая в этом выгода. И только здравомыслящий человек может это понять, только здравомыслящий человек может это принять, и только здравомыслящий человек может это начать делать. Поэтому, когда я говорил в прошлом эфире какие-то слова, которые были восприняты, что я баранами назвал, нет, я всё же сказал, вы для себя просто должны сделать определённый вывод. Вы просто говорите о том, что вас что-то не устраивает, или вы что-то делаете для изменения ситуации. Если делаете, то в этом случае надо это делать не так, как вам навязывают те, кто вас не устраивает, а делать так, как это должно быть, чтобы это устраивало вас и чтобы мир становился лучше. Вот на этом я сейчас прощаюсь, потому что скоро должен появиться Захар Белинский, и мы начнём наш эфир. Желаю вам здравия. Через несколько минут с Захаром мы свяжемся и выйдем уже в эфир с темой приёма удалённого оздоровительного воздействия. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok